Многих в Украине чрезвычайно возбудила храбрость мэра Черкас, который решился пойти против правительственного постановления и ослабить в городе карантинные меры. Всем прям как ошпаренные носятся по комментариям с возгласами, что вот, мол, какой дерзкий родитель за долю народа нашелся среди высших чинов местной власти и выступил против Зеленского, Шмыгаля и Авакова. С одной стороны может показаться, что так оно и есть, но это лишь с одной стороны. Ведь если разобраться и копнуться глубже, то нет в поступке мэра славного города ничего выдающегося, банальный и откровенный хайп и игра на текущем состоянии толпы. Парадокс выступления мэра Бондаренко заключается в том, что данный товарищ в нынешней ситуации – это практически калька с самого Зеленского времен его стремления во власть. Градоначальник Черкас, как когда-то комик, просто очень умело использовал текущую ситуацию в Украине, чтобы получить себе немного избирательных вестов. Судите сами, его заявления по факту – это пересказанные другими словами предвыборные спичи Зеленского, в том числе еще в роли Голобородька в пресловутом сериале. Бондаренко якобы борется за интересы простых граждан. А вот скажите, не то же самое заливал Соловьем Зеленский в видосиках сериале и на стадионе? Ведь Бондаренко точно так же использует сложившуюся конъюнктуру, как ее использовал Зеленский, борясь с мифическими барыгами и коррупционерами. Слова, да и действия мэра Бондаренко – не что иное, как политическая игра. Вовремя уловив тенденцию, мэр Черкасс останется абсолютно безнаказанным за свои действия не потому, что он такой герой, который печется о благосостоянии народа, а потому что его сейчас возносят на Олимп героизма комментариями в Ютубе, Фейсбуке, сродни «Вот этот мэр настоящий герой!» или «Вот какой должен быть политик в Украине!» Ничего не напоминает? Еще год назад такими вот комментариями был усеян весь интернет в отношении Голобородьки. А теперь что, получается, его уделывает простой мэр Черкасс? Кстати, отдельно стоит выделить тот факт, что мэр Бондаренко одним из первых рвал себе рубаху на груди и топил за Зеленского, как нового президента. Что же сейчас произошло в мировоззрении мэра? Может, он разочарован, что не всех коррупционеров посадили? Так начинать тогда с мэра бы и пришлось. Ведь распилить несколько миллионов бюджета Черкасс на уборку снега, которого зимой не было, это разве не коррупция? Это, к слову, может и являться главной причиной того, что сей товарищ так активно выступает против центральной власти. Ведь если на фоне пойманного хайпа его прищучат за коррупцию, доблестный и наивный украинский народ выступит на его защиту, подумав, что прессуют его не за разворованное бабло, а по политическим мотивам, что, мол, перечил самому Зеленскому. Резюмируя, хотим сказать, что в данном случае мы совершенно не выгораживаем Зеленского, Авакова или еще кого-то из центрального аппарата власти. Наша цель – донести простую мысль. Пожалуйста, не делайте себе героя из мэра Черкасс. Если вы очаруетесь, разочарование наступит крайне быстро. Поэтому не уподобляйтесь Зелебобикам, ибо в данном случае это одно и то же, что год назад облизывать Зеленского. Думайте головой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова